Изначально, создавая канал Вестник ММА, хотелось освещать на нем только единоборство. Но так вышло, что люди, творящие в моей стране лютый беспредел, не оставляют выбора. В то время как кто-то из бойцов защищает строительство и заборы, есть те, кто строительству и заборам противостоят. Сегодня я буду говорить с Андреем Селицовым, который поехал защищать русский север от мусорного полигона, который отравит землю и нанесет непоправимый вред экологии нашей с вами страны. Об этом не расскажут по телевизору, поэтому придется рассказать нам. Мы с Андреем списались недавно буквально. Тема Шиеса для меня интересна, потому что хоть ты и говоришь, что они и знают все, на мой взгляд, они вообще никто не знают, особенно в сфере ММА. И наш общий друг, мы с ним общались по этому поводу, по Шиесу, и он сказал, что ты там. Я даже не знал просто об этом вообще. Поэтому мне стало интересно, я тебе решил набрать, собственно, вот. И так получилось наше интервью. Люди, ну, я тебе точно скажу, мои знакомые какие-то, особенно люди, которые, знаешь, не смотрят особо интернет, у которых есть телевизор, они не знают вообще, что такое Шиес, что там происходит. И это как бы, ну, прям стопроцентный факт. Поэтому тебе, как участнику событий, мне хотелось бы с тобой поговорить, чтобы ты рассказал про это людям, чтобы больше людей об этом узнало, что за беспредел там творится. Так, всем привет, да? Слушай, ну, да, как бы мы так же, короче, я узнал об этом, хожу в совет, молодежный совет города, ну, ух ты, своего города, маленького городишки, вот. И у нас стал один из вопросов, то, что, ну, начинается свалка, это там, ну, начали строительство полигона. Вот. И, в принципе, я тогда только заинтересовался этим вопросом, стал его в интернете смотреть, изучать. Вот. И был удивлен, могу сказать, что это буквально там 80 или 60 километров от Сыктывкара, то есть, ну, это граница Коми, строится вот этот полигон, там какие-то грандиозные, вообще грандиозные масштабы этой свалки. То есть, ну, они, как планировали сделать, построить полигон, вырубили лес, начали вырубать лес, вот, пока народ, местные жители, там, не встали на защиту своей земли. Вот. Там что-то, типа, 30 на 10 километров планировалось, ну, такой полигон построить, чтобы просто туда вывозить мусор. Сначала, как с Москвы, там, с Подмосковья. Ну, вот такая история. Ты можешь сказать, кто эти люди? Это, типа, правительство России? Кто этим занимается, вообще, эти мусорными формами? Так, я не могу сказать и точно, да, кто это, правительство, не правительство. То есть, ну, там никто конкретных имен, никто не говорит, кто дает приказы. Ну, то есть, все вот, у нас есть приказ, нам сказали сделать, вот мы делаем. Ну, я думаю, наряде правительство, как бы, да, всего, скорее, какие-то, не знаю, олигархи, что-то типа такого, ну, при власти. Да. Расскажи, как люди борются, да, наверное, можно сказать, борются, да, с постройкой мусорного полигона. То есть, вот как вы, я же просто читал про это, ребята, которые нас смотрят, скорее всего, не знают. У вас там целый городок палаточный, организована там кухня. Расскажи вот про все это. Чем, как бы, люди противостоят постройке? Ну, вообще, люди чисто с собой, да, противостоят, да. Ну, смотри, изначально, получается, вот я, когда начал участвовать постом, в начале мая, прям там такие были жесткие столкновения, то есть, короче, что-то вы понимали, там полигон, вернее, не полигон, а разгрузочную площадку, где планировалось разгружать весь мусор изначально, а потом уже его там по полигону раскидывать, грубо говоря, вот. Его охраняет примерно около 150 человек, то есть там ЧОП стоит, какой-то гарант безопасности, вот, охранное агентство, непосредственно охранное агентство, и идет там всю войну с мирными жителями, грубо говоря, вот. Вот, этот сам ЧОП охраняет полиция, который там уже находится, полицию охраняет ОМОН, и вокруг этого полигона, короче, там стоят войска Росгвардии, вот, но они, как бы, не вмешивают весь конфликт. А в чем война происходит, Андрей, расскажи? Ну, противостояния вот эти, как они, это доходит до физических каких-то противостояний? Да, да. Вот, и вот в начале мая, как раз там была такая вот, я видел видео, там, общался с участниками, да, когда приезжали, вот. Людей, получается, там, допустим, начинается какая-то движуха, там, люди стоят просто противодействуют, но не дают ничего делать. То есть, допустим, соляра закончилась у них, подъезжают, там, едут бензовозы, люди выходят, там, на дороге встают и не дают бензовозам проезжать, короче. Ну, они такими действиями несколько раз отбили, то есть бензовозы не смогли попасть, естественно, работы стоят. Вот. Ну, и вот такими движухами, там, прилетал вертолет, допустим, там, прилетает вертолет, и люди, там, бандой выходят, там, друг друга, там, берут за руки, знаешь, садятся на посадочную полосу и не дают вертолету сесть. Как раз, когда, вот, это с вертолетом был случай, там, есть видео, например, знаете, много, где, вот, чоповцы, полиция, вот, и горославские, вот, людей, там, по асфальту тащат женщин, короче, там, бьют мужиков, ну, до такого там находят. Ну, соответственно, как бы, никто в ответ из людей не бьет тогда, потому что это только такой повод, как бы, и все, там, всех разгонят, преимущество, преимущество людей в погонах больше, чем у некоторых людей. А вот эти вот чоповцы, это местные чоповцы или из Москвы, откуда-то привезли, ну, я не знаю, из Петербурга, откуда-то, да? Слушай, да, там, местных там нет, там, местные, это, там, два, как сказать, такие, два поселка городского типа, даже, наверное, села какого-то, там, по четыре тысячи населения находится, то есть, ну, кто из местных, грубо говоря, там, в эти четыре тысячи населения пойдет против власти, там, против людей, грубо говоря, своих соседей, там, вот. Вот, как, короче, рассказывали, ну, кто-то общался с чоповцами, там, и тоже, все равно все люди, там, когда один на один общаются, разговаривают, кто-то там с Казани был, кто-то с Ростова, короче, приезжал, ну, там, откуда набирают их. Из кого состоит, из кого состоит вот этот поселочный городок, ты, вот, например, боец ММА, ну, я-то так понимаю, что бойцов там каких-то мало, спортсменов, да, там, в основном люди обычные, какие-то просто местные жители или жители из Ухты, там, куда-то? С материи, да, на самом деле, это такой интересный вопрос, да, мы вот приезжали, то есть у нас ездила компания, я ездил с ребятами, там, спортсменами, ну, вообще спортсменами из города, ребят из клуба ездили, вот, со мной, за компанией, так сказать. А так там, ну, там все есть, знаешь, там есть учителя, то есть там общаешься с людьми, там, не понимают, кто там, кто происходит. Пенсионеров много, да, они, то есть там не работают, им удобно, они туда выехали, и сидят там, охраняют, и все, комаров кормят. Вот, ну, то есть много вообще разный, разный, очень разный народ, там, есть и экологи, там, и юристы, кто, как-то там, кто понимает в этих вопросах, там, инженеры, то есть, ну, люди находят время, выезжают. Вот, и причем, вот я скажу, там, ну, не только с Архангельской области, типа, да, вот, в Северке Коми, мы там общались, там, были ребята из Питера, приезжали, там, и туда, в Москву приезжал, то есть, ну, много людей, кто уже этой, как бы, проблемой заинтересовался, увидел, и ездят посмотреть своими глазами, потому что это происходит. Сейчас я прочитал из последних новостей, что закрыли станцию железнодорожную Шиес. Как теперь люди добираются до туда? Кстати, ну, там, получается, рядом с этой станцией находятся еще две, они где-то примерно 20-30 километров по дороге, если их брать, там стоят, кстати, стоят и посты ГАИ, то есть, к самой станции не подъехать, где-то примерно километров за 15, наверное, стоит пост ГАИ, и они, ну, все машины, короче, не пускают туда, то есть, люди доезжают до этих станций, ну, до посты ГАИ приехали, машину кинули, и пешком идут, там, 10-15 километров. А на каких основаниях, то есть, они что говорят людям? Ну, там, как происходит, есть такая, у нас тут на севере, газпром, да, он есть везде, но вот у них идет газопровод, и вдоль газопровода дороги газпромовские идут, ну, как для обслуживания самого газопровода. И вот они на этих газопроводах становятся, типа, запретили, и все. Никто, видишь там, никто не скажет, какой приказ, никто не скажет, кто приказал, то есть, ты говоришь, что кто приказал, то есть, покажите там документ какой-нибудь, никто ничего не говорит, то есть, нам приказали, и все, мне приказали. Все заканчивается словами, что мне приказали, кто приказал, а никто не скажет. Как вообще ты оцениваешь тенденцию? Есть возможность действительно отбить ШИЕС и не дать все-таки построить полигон? Представляешь, что уже полиция на стороне застройщика, ЧОП, Росгвардия, там стоит ОМОН. Ну, на самом деле, слушай, ну, я прям, почему-то уверен, что там, ну, люди не дадут прям, там, такие местные жители, кто там, ну, говорят, там, очень рядом, где-нибудь там 30 километров разница. Вот эта станция уже есть, короче, она вообще запрошена, то есть, там уже ничего не было. Там раньше была какая-то деревня, ну, сейчас уже там ничего все время, со временем все разъехались, там какие-то раньше ли спонхозы были, я не знаю, что там было раньше. Вот, сейчас была просто станция, то есть, была одна остановка, то есть, просто останавливался, ну, какая-то техническая остановка была, там, или не знаю, что. Кто-то приезжал, там, наверное, там есть какие-то кресты, там, памятные, то есть, ну, люди, наверное, навещали кто-то, каких-то может родственников, не знаю, как это было. Вот, и сейчас, получается, да, эта станция ШИЕС, посередине, там, в две стороны от нее, ближайшие, там, 20-30 километров, находятся еще две станции, то есть, там, где уже живут люди и заселяются. И вот, прикиньте, 30 километров глубоко, я не просто растянут, там, останется по 15 километров, через 15 километров у тебя будет мусор, как и воничек, это будет, все будет глупо, и все такое. Вот, ну, я думаю, да, такие люди, там, настроены довольно, да, они сейчас, как бы, настроены нормально, то есть, там, не агрессируют ничего, не провоцируют, но они готовы, там, к радикальным мерам, если им начнется какая-то, там, жесть. Вопрос, не знаю, если не хочешь, можешь на него не отвечать, я просто помню, что ты спецназовец вроде, да, или ВДВшник, спецназовец, да? Ну, да, да, первый. Ты в отставке или сейчас слушаешь? Нет, я не слушаю. А, окей, я просто думал, как-то, типа, не коррелирует ли, знаешь, там, может начальство сказать, типа, зачем ты туда ездишь, там. Я могу тебе сказать так, у меня есть ребята знакомые, вот, с которыми я общаюсь, которые хотели поехать, вот, они, как бы, общались с руководством, и руководство мягко намекнуло, что, как бы, нам вот это тоже не нравится, но ты там быть не должен. Ну, собственно, как я и думал. Ну, как бы, тут всех понять можно, слушать, там, и ОМОНовцев можно понять, там, и полицию понять можно, да, почему они там стоят, у всех там семьи, ипотеки, то есть, ну, с одной стороны, можно понять, короче. То есть, я, допустим, не могу понять ЧОП, который там стоит, у них вроде как, вроде как, они сами говорят, там, зарплата 19 тысяч рублей, знаю, что я, там, за 19 тысяч рублей жил в лесу, кормил комаров, как бы, там, при этом меня там еще всякие нецензурные брани называли, как бы, не знаю. То есть, а полиция, причем полиция, ОМОН, у них у всех приказ, да, есть приказ, есть приказ. Только невыполнение приказа можно сделать, там, массово, да, там, если они взяли, все вместе сказали, что, все, мы там, мы туда не поедем. Но, на то, что нам надо иметь яйца, можно так сказать, в начальстве. Расскажи, как ты именно, ну, туда попал, и давно это было? Несколько месяцев назад же ты там был? Да нет, почему несколько месяцев? Я два раза ездил в июне. А, в июне даже? Да, то есть мы 15 июня, первый раз я ездил, по-моему, да, а второй раз я ездил, 20, 18, 20 на прямую трансляцию, путем, вот, должна была быть, прямая трансляция, там, что были слухи, что трансляция будет именно с Шелеса, там, будут задавать вопросы, короче, президенту, но, как показала трансляция, таких вопросов вообще не было. Я видел даже, записали же, где много людей стоит, за руки взявшись. Вот это было, короче, максимальное количество людей, там, ну, что около, мне кажется, человек 600 было на этой станции, это было одновременно, вот, в этот день, 20-го числа. Вот, как я оказался, вот я говорю, мы на совете, молодежном совете, у нас там было собрание, вот, мы что-то на эту тему пообщались, ну, слушай, как бы, я не могу общаться, о чем-то разговаривать, знаешь, если я особо не понимаю, ну, что происходит, как происходит, там, вот, то есть я посмотрел в интернете, там, да, там, какие-то картинки, странные тексты, но, блин, что, такой мир интернета, знаешь, там, сам знаешь, у нас всякие интернет-бойцов хватает, как бы, и в этом вопросе тоже, там, одни пишут одно, вторые пишут, там, другое, то есть нельзя читать только, как там все плохо или как там все хорошо, там, ну, короче, поехали с товарищами, там, сначала первый раз мы ездили втроем вообще, то есть мы собрались, то, ну, пока такие посмелее были, собрались, все, там, рюкзак закинули и поехали. Тогда еще, кстати, автобус, поезд останавливался там на станции, то есть мы прямо на станции вышли, все, там, люди встретили, там, рассказали, посмотрели, то есть мы там приехали, у нас был, ну, якобы техническое образование у меня первое, вот, я примерно понимаю, только что, как со стройками происходит, а товарищ у нас был, он в Газпроме работал долгое время, инженером, вот, он, когда я приехал, просто очень сильно удивился размаху по стройкам самим, то есть качество, качество выполнения работы, то есть даже Газпром не мог себе позволить строить вот так, как там начали все строительство. А в каком плане? В плане у Газпрома не хватает денег, даже, скажем так, то есть Газпром строить дешевле, чем стали строить вот там полигон. А вот общее состояние людей, как бы, они уже там доведены до предела, до какого-то или нет? Ну, нет, слушай, там же как бы как, люди меняются постоянно, да, то есть, вот, мы ездили по три дня, там, я два раза был по три дня, там, вот, и как же деньги покорят, там, такая текучка происходит, люди меняются, одни приезжают, другие уезжают, вот. Есть те, кто там, ну, местные, есть ребята, которые, ну, уже там по три недели, кто-то там по месяцу, кто-то берет отпуск, кто-то приезжает туда. Я, кстати, общался там с девочкой сейчас, с питерской, вот, она жила в Питере, ну, работала и живет, как бы, в Питере, вот. Она сама местная, то есть, у нее там буквально минут сорок, короче, до этого шееса находится дом, где она родилась, короче, там, все такое. Вот, она для часа уволилась и живет там, короче, буквально, сколько времени, недели-две, наверное, точно там живет. Давай расскажем тем, кто нас будет смотреть, как можно помочь ребятам в шеесе, есть какие-то, не знаю, там, кошельки помощи или просто нужно туда поехать? Слушай, кошельки помощи, не знаю, надо поискать в этих группах. Есть какие-то бессрочные акции, делают там в Архангельске, в Сиротинске, ну, там, посмотрите, там уже много городов, на самом деле, в России, где вот эта бессрочная акция стоит. То есть, туда люди приходят, приносят какую-то еду, там, помощь, знаешь, ну, то есть, как хочешь, давай, я перебью тебя, да, не перебью, а вернемся к вопросу по устройству. Вот, там такой коммунизм прям, там все вообще, то есть, приезжаешь, ну, мы когда приехали, я удивился вообще-то, что есть такие люди в нашей стране. Приходим, все те рады, знаешь, ты как будто, ну, блин, не знаю, пришел, меня как будто все знают, там, я всем парад, это рука, не знаю, все так легко общаются, там, без чинов, знаешь, без всяких там, ну, всем, в общем, на самом деле, пофиг, да, кто-то там спортсмен, не спортсмен, ну, вот, ты приехал, у тебя одна, там, одна церковь, у всех вообще. Вот, мы приехали, нам сразу, вот, там, ребята, давай, там, вот здесь у нас стоят, ну, палатки ставим, если нет палаток, то вот здесь у нас палатки свободные, заселяйте сюда. Потом, ну, мы там доставили еду, короче, то есть, которую привезли, отдали еду, там, ну, женщины готовят постоянно, вообще, там, целыми сутками готовят, вот, отдали еду, все, там, такие сразу, давай, давай, ребята, пойдем к нам, типа, показали, где кухня, где столовая, там, ну, так, понятно, что там все это в палаточном, такой палаточном лагере, да, там, все построено, ну, значит, там все в общем, знаешь, там, готовят, там, такую кастрюлю, там, 40 литров, там, супа, раз, там, все, там, сидят, едят, там, поели, там, ну, такой быт, соответственно, тоже, да, там, какие-то, такая рабочки, рабочки, типа, ну, как в армии назывались, рабочки, там, ходить в лес, там, добывать трава, короче, пилить, рубить, помогать, типа, кухне, то есть, как-то так обустраивать быт, короче, там, такие мелочи, ну, и вот все, как бы, все знают, что делать, короче, там, не надо никого заставлять, знаешь, меня надо попросить, то есть, там, так, давай, там, иди туда, там, ты иди сюда, то есть, Есть время, когда мы были, было 600 человек, там уже был тупняк вообще, 600 человек, было кому-то управлять. Одни не знают, что делать, другие с кухни не уходят, целый день сидят на кухне и едят. Кто что, кому как было, пока что дали. Когда поменьше народу, человек 70 было, в принципе все знают. Там есть два, три поста, где дежурство постоянно происходит. То есть это две дороги, за которой надо следить, чтобы там не было гензовозов, подвижений, перемещений, техники и непосредственно пост это станция. То есть на взлезодорожной станции сидишь и смотришь, мало ли придет какой-то поезд. Все с рациями, то есть там все современно, так грубо говоря. Wi-Fi даже там есть, можно выйти в связь. Такой связи нет, кстати, телефонной. Но я думаю, это, наверное, Росгвардия постаралась. Вот, она там подключала всю связь. Буквально там есть несколько точек, где ловит МТС. Ну, причем так очень-очень-очень слабенько. Ну, дозвониться можно. Знаешь, ну, у меня там, допустим, Телли-2, я был просто вообще без связи. Там первые два дня думал, блин, никто не узнает, как я тут и что тут, короче, пока я не подошел к ребятам. Смотрите, что я просто знаю, что ребята сидят в одном месте с телефоном. Ну, нельзя сидеть столько времени с телефоном, будет что-то Wi-Fi есть. Ну, да, раз они там Wi-Fi настроили, короче. Ну, и вот там видишь, там разные люди приезжают, которые там разных профессий, кто это понимает. Допустим, для меня это был бы вообще космос, как можно в поле поймать интернет, короче. Кто-то это настроил, установил там все. Вот. Просто, да, мне хочется помочь тоже ребятам. Вот я, ну, я, например, живу далеко и мне, ну, я не могу сейчас вырваться там на несколько дней куда-то. Типа, что мне нужно делать, кроме там какой-то гласности, чтобы помочь противникам стройки полигона? Ну, смотри, мне кажется, вот на самом деле, да, самое актуальное, то, что могут сделать ты, что могут сделать многие, это, ну, осветить эту информацию. На самом деле, да, вот то, что в начале разговора говорил, что никто не знает, там, кроме тех, кто сидит в интернете, да. Буквально, ну, я даже скажу так, у нас, вот в Коми, это, ну, вот у меня в Уфте, ну, много людей не знают, то есть они такие, о, что ты там ездишь, знаешь, а что там происходит, типа, что там за стройка у тебя, знаешь, что есть. Некоторые не писали, что у тебя там за стройка. Я думаю, как бы, если бы это была моя стройка, я бы не сидел в интернете уже. Вот. То есть, такая огласка, да, огласка. Может, видишь, там, кому-то интересно, там, кому-то будет охота посмотреть, что там происходит. Ну, я, честно, знаю. Я сейчас читал, читал новости, то есть, ну, новости, как я читаю, новости людей, которые находятся там, то есть, ну, со страниц, короче. Вот. Вроде даже сегодня горят все работники, там технику вывезли, кстати, уже несколько дней назад, короче, всю технику туда увезли. Вот. А сегодня вроде тоже, как бы, рабочие уезжали, и Ахана собиралась уезжать. Ну, я не знаю, она меняется или просто уезжает. Вот в чем вопрос. Блин, я, ну, пока не знаю. Слушай, мое вообще мнение, знаешь, я думаю, что, как это сейчас делается. Вот здесь народ поднял такой бунт, знаешь, что, ну, я думаю, реально здесь не дадут, люди не дадут построить здесь ничего. Вот. Сейчас под шумок, пока вот тут происходит станция Шиес, глубокая звук, где-нибудь в другой части России, там уже, наверное, полигон достраивается. Ну, это мое мнение, наверное, как бы, не грустно это звучало. Грустно, на самом деле, да, звучит. Ну, да. Ну, просто, мне кажется, вот так им было бы проще. Понятно, там, кстати, там денег вообще нереальное количество бухано. Я говорю, вот это рассказываю всем, что там строили, не строили, а засыпали лужу около зала. Там 30 тысяч строят щебенка, просто камаз-щебенки, блин. А там гранитная крошка, ну, я думаю, она стоит, наверное, тысяч пятьдесят один камаз. А там этих, ну, просто тысячи камазов, там такая гора, там на фото где-то есть, блин, нереальная гора. То есть, фотографии не передают, ну, тех наставов, которые, ну, в реальности там происходят, стройки. А вообще, по поводу самой мусорной проблемы, что ты думаешь, как с ней бороться в России? И есть ли, да, как бы у Москвы право вывозить мусор в маленькие города, там, на русский север? Так, нет, конечно, я считаю, свой мусор, как бы, ну, надо здесь перерабатывать. Ну, блин, я не знаю, как бы, тут же вопрос, наверное, в людях, там, да, вот у нас, там, не знаю, сейчас, как у вас, но в основном, у вас по-любому начали, там, раздельный сбор мусора, что-то такое. Нет. Блин. Нет? Слушай, у нас сейчас, вот я, по крайней мере, тут вижу, поставили для пластиковых коробок, там, отдельные контейнера. Есть, смотри, какая штука, есть контейнера-то эти есть, но потом привозят, приезжает мусоровоз, который, да, общую кучу скидывает. Блин, не, слушай, у нас нет, по-моему, не так. Вот, я удивил, у нас отдельно его собирают. Ну, блин, то есть, я считаю, как, и знаешь, если бы, наверное, где-то, ну, уровни школы бы сейчас уже начали вот это, там, то есть, вот этому поколению детей, которые сейчас учатся хотя бы, начали бы им это прививать, что надо, там, раздельно собирать мусор, там, чтобы это все перерабатывалось, там, построить мусороперерабатывающие заводы. На самом деле, я думаю, знаешь, вот человек, который складывался вот в эту, вот в этот один полигон, он мог бы, блин, построить столько этих мусороперерабатывающих заводов. Ну, просто не знаю сколько. Я там так немного читал, смотрел, знаю, что там Швеция, там, Швеция покупает мусор в Норвегии, чтобы, там, поддерживать себя, грубо говоря, покупает мусор. То есть, знаешь, блин, Россия могла бы подавать этот мусор, я не знаю. Так видишь, в школах не будут преподавать, потому что времени нет у учеников, там же основы религиозной грамотности, и юнармия, поэтому, когда им успеть еще про мусора рассказывать? Не, ну, слушай, юнармия, это такая патриотическая часть. Не, ну, так, да, я не знаю, слушай, ну, это, блин, это народ. Ну, хотя я тебе скажу, вы знаете, что у меня мама, как бы, пенсионер, но она и то отдельно эти бутылки собирает. То есть, она как бы понимает, что, ну, адекватные люди, не все будут понимать, и, там, отдельно кинуть бутылку, там, стеклянную от пластмассовой, как бы, все это могут отличить. Вот, раньше, да, там, я вспомнил, блин, там, мое детство, как раз, наверное, был, когда пик, когда, там, эти бутылки собирали, там, я бегал, эти бутылки собирал, там, везде сдавал, ходил, там, что-то покупал потом себе. Вот, я, ну, конечно, сомневаюсь, что, там, современная молодежь, там, будет бегать бутылки собирать, как бы, там, вот. Ну, собирать, ну, да, научить-то надо, точно. Да, то есть, как бы, если бы это, прикинь, просто в школе, там, да, зачем учить, да, просто, там, учти в школе, каждый раз, говори, там, какие-то картинки поесть, там, это отдельно, это отдельно, там, ну, покидали, все. Ну, в России, блин, я не знаю, короче, здесь у нас такая система, что, у кого есть бабки, тот и прав, грубо говоря. Есть у меня бабки, значит, вот, везите ко мне мусор, я здесь буду его складировать, а мне на счет перечисляйте бабки, вот, все. Ну, тут, мне кажется, надо менять всю вообще, всю систему, то есть, опять грустно звучит все. Но я поддерживаю тебя. Вот, видишь, ну, как бы, блин, мне кажется, вот, там, наше поколение, там, да, наверное, все, да, блин, да и старшее поколение поддерживает, я думаю, им, а младшему у них выбора, да, не будет, то есть, они будут делать так, как делают старшие, то есть, все равно мы для них пример. Вот, то есть, ну, нужны заводы и нужно просто раздельно, то есть, ну, как бы, сейчас, наверное, нет смысла, ну, как, есть смысл построить заводы, там, начать раздельно мусор собирать, то есть, ты все равно уже, там, не начнешь в заводе все вместе сжигать, то есть, это тоже будет согрязнение экологии, другая проблема уже возникнет, блин. Вот. Многое, многое ни о чем. Нет, на самом деле, да, это важно. Не, очень круто, я не знал, что туда что-то вывозят, ну, хотя, да, ты, наверное, прав, что если что-то вывозят, то, значит, куда-то вывозят всю технику и тех рабочих. Слушай, там техника, блин, я не знаю, сколько там единиц техники было, но техника тоже вся новая, короче, с московскими номерами причем. Ну, например, московские, техника новая, то есть, прям, всякие КАМАЗы, там, новые экскаваторы, ну, все вообще, всякие бурдозеры, все импортное, короче, то есть, там, тоже денег, кто-то, ну, много денег, короче, вложил в эту стройку. Сейчас, наверное, очень-очень недоволен, что вообще так вот все происходит будет. Андрей, спасибо, что ты дал интервью и спасибо, что ты остался неравнодушным и поехал. Не знаю, что это рядом со мной, на самом деле. 400 километров, что там, для экологической проблемы, я думаю, это вообще ни о чем. То есть, если бы эта вся хрень начала гнить, там, все потекло бы в наши реки. Там, на самом деле, еще знаем, что много разговаривают о том, что, типа, про документы, то есть, там, этот вопрос я не рассказал. Вообще, то есть, мы пытались разговаривать, там, с уполномоченными, там, есть представители этого парка, там, как они называются. А застройщиков, пресс-секретарь, я видел там видосы. Да, 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 да. Вот никаких документов нет, то есть, они не показывают документы. То есть, что у них есть документы, у них нет проекта на строительство. То есть, они начали, ну, как бы, условно начали строительство, но они это называют подготовительными работами. Ну, в подготовительные работы они там электролётную площадку построили, построили общежитие, где у них там все живут, там, какая-то кухня, какие-то там насосные или что-то еще у них там стоит. Ну, то есть, это все они назвали подготовительными работами. А пока у них проекта этой работы нету, короче, строительной работы. Плюс, у них, короче, вот эта часть леса, которую они вырубили, она была у них в аренде. Ну, то есть, они, как бы, взяли ее в аренду под просто переработку леса, грубо говоря. А вот на этом месте уже начали строиться. То есть, там, с точки зрения как-то... Ну, видишь, я там не юрист, короче, не эколог. Не знаю, как там, чуткие там нормовые акты, там, все какие-то документы нормативные. Вот. Ну, те, кто разбираются, короче, говорят, там, ну, полная, вообще полная фигня, короче, ничего у них нету. Вот. То есть, они делают это неправильно. Но при этом, видишь, как бы, и полиция, и ОМОН, там, все находятся там. Вот. Плюс, они говорят, что это все лес, типа, у них лес. А, на самом деле, там, ну, там, прям, болото, короче. То есть, там, когда выходишь, там, вправо-влево шаг делаешь, там, везде, короче, лужи, грязь. То есть, ну, там, прям, можно подтонуть слегка. Вот. Я, как такой, знаешь, я живу здесь на серии, то есть, я могу отличить те леса, где болото, короче. Вот. Там болото. Да. Ну, еще для наших зрителей, которые не очень понимают, если там болото, это значит, что, если там будут отходы, то земля все впитает, и потом, по всяким... Поддом, да. Да. Подземным рекам это все потечет в города. Да. Когда в реке, повсюду будет. Вот так. Вот такая проблема у нас на севере. Да, не только на севере, кажется, на везде. Согласен. Да, просто говорю про шиес, там уже прям, ну, такой беспредел творится. Посмотрел я видосы и... Смотрите видосы, делайте репосты. Вот это. Да, да, да. Я сюда не буду вставлять в ролик никакие не рекламы. Я хотел вставить какой-то кошелек, чтобы помочь, ну, ребятам, которые... Я не знаю. Я тоже тогда искать не буду, чтобы я что-то неправильно не нашел. Так что, да, дорогие зрители, если вы чего-то найдете и верифицируете это, то обязательно помогите тем, кто сейчас там находится. И если вы находитесь недалеко от шиеса, то тоже приедьте, поддержите ребят. Все верно. Все, Андрей, спасибо тебе большое. Надеюсь, в ближайшее будущее мы с тобой по боям тоже пообщаемся, потому что давно ты уже не выступал. Да, я вот сейчас травму залечил, сейчас вот болею и начну готовиться. Буду возвращаться. Окей, тогда ждем твое возвращение. Не забудь нам сказать, мы анонсируем. Хорошо, спасибо, Миха. Все, Андрей, спасибо тебе за интервью. Мне кажется, классно получилось. Спасибо. Друзья, если вам не все равно на будущее нашей страны, не молчите. Рассказывайте своим друзьям, знакомым и близким о том, что происходит. Я не буду просить делиться конкретно этим видео. Существует сотни других, с места событий, более качественных и интересных. Просто не молчите. Это наша страна, а не их. Не дадим ее уничтожать и унижать. Спасибо.